Вот скажи мне, пожалуйста, друг мой дорогой сердечный, что ты сегодня сделал полезного для самого себя в этой жизни? Ёбаная мама Карена, блять! Ничего, нихуя ты сегодня полезного не сделал! Скажи мне, как ты вообще можешь приблизиться к пониманию слова мужчина, если то, что ты чем сегодня занимаешься, никак не приближая себя к своим мужским целям, ты смеешь вообще называться мужчиной, потому что подойди к зеркалю, посмотри на себя, ты напоминаешь себе воина охотника, на кого ты стал похож, ты как женщина, которые в племенах раньше сидели, только стирали, нянчили с детьми, в то время как настоящие тестостероновые мужчины бегали и добывали пропитание, сука, ёбаный, блять! Сними сейчас с себя штаны, посмотри, у тебя остался хуй там, блять, или нет? Ты встал с утра, включил компьютер и запустил свою любимую дотку, тебе сегодня нужно доказать в онлайне, чью ты там мамку ебал, какой ты крутой, какой у тебя КД повышенный, понимаешь? Это то, чем ты будешь хвастаться в старости, если ты вообще до неё с твоим образом жизни, бабским-то живёшь. Ты не похвастаешься своими мужскими достижениями, как ты прожил эту жизнь как мужчина, своему сыну, своим внукам, Потому что почему? Потому что, сука, блять, сидишь и наяриваешь ёбаный рот, блять, целый день! И спускаешь всю эту энергию, свою мужскую, сливаешь в унитаз просто, ты должен сливать в бабу, ты должен размножаться, понимаешь? Потому что ты, сука, мужик, блять! Блять, сливаешь свою энергию, своё время, свои бабки, блять, на этих проституток, онлифанщиц, которые сидят, с неграми трахаются, которые за бабки, сука, блять, мать родную даже продают, даже мать в онлифанс приводят, и устраивают категория мама-дочка. И, а кто в этом виноват? Потому что это они такие шлюхи виноваты. Нет, нет, мой друг, это ты виноват, потому что у этого есть большой спрос, что мужчин слишком много стало одиноких, которые предпочитают сливать свою силу, энергию и свои деньги на этих прочмандовок. Сейчас шлюхи, онлифанщицы, миллионерщи, они богаче тех мужиков, которые целый день, сука, блять, на заводе стоят, работают, прокормить себя, просто показав сиськи и пизду, пососовывав в себя всевозможные предметы, она получает по несколько тысяч долларов, сука, блять, день. Она получает миллионы за то, что сосёт хуи на камеру. Она катается в яхтах, она живёт в Дубае. Бля, сами подтолкнули массово женщин идти в это. Что женщины больше не хотят быть домашними, покорными, создавать уют. Встречать своего мужчину как воина, сука, блять, с поля битвы, который вернулся из этой жизни. Она всё подавай, подавай, давай, хочу. Щё бы купи, яхту купи. Наскакалась там уже, блять, нахуях. Нашла такого лоха, как ты. Набравать всевозможного говна от своих абьюзеров, которые об неё хуй, блять, вытирались, сука, и теперь я на тебе какие-то претензии. А ты, да, милая, да, дорогая, всё для тебя сделаю. Только не кричи, не кричи на меня. Так боюсь тебя, боюсь, как мама меня тренировала, что я её расстрою. Теперь я такую же, как мама, нашёл и угодником твоим буду. А, что, дорогая, понравился тебе? А счёт с работы? Да, вы с ним просто друзья? Он тебя просто подвозит? Ну, хорошо, хорошо, дорогая. Ты имеешь полное право на свободную жизнь. Я тебе как тебя не ограничиваю в отношениях, я же не абьюзер. Ёбаная мама коррена, блять! Ты как вообще смеешь называться мужчиной после такого? Ты чмо, ты дерьмо, ты слезняк! А всё от того, что от недостатка тестостерона. Вот если бы у тебя был повышенный тестостерон, ты бы эту бабу просто дал бы хорошего просто леща. За шкирку выкинул и забыл бы шлюху нахуй! Из своей жизни навсегда, потому что ты мужчина, и ты будешь каждый день трахать ещё сотню таких же блядей, а не хвататься за одну единственную тухлую дырку, которая тебе дала. Вот как на тебя сейчас смотрит дед, твой прадед? Не знаю, живы они или нет, но даже с небес они смотрят. Как ты сидишь за компьютером и вводишь сисястые девочка-кошечки-футанари в запросы. Хентай смотришь, азиатский этот. Как на тебя смотрит твой дед и прадед? Они тобой гордятся? Сука, они, блядь, думают, что ты, сука, нахуй делаешь, блядь! Я твою бабку просто на дискотеку повёл, сельскую. Сельской дискотеке повёл, завалил, просто насиновал. И твоего деда, ёбаный в рот, сделал, блядь! А дед что, он так церемонию вся плясал вокруг твоей бабки, что ли? Он к ней, сука, не засал, блядь, подкатить, не засал её трахнуть. И так появилась ты, недоразумение. Недоразумение, недомущина, который сидит и дрочит, ничего не делает, только жрёт и потребляет, дрочит и потребляет. Ничего не производит, ничего в своей жизни не добивается абсолютно. Сука! Сука, ёбаный в рот! Твой дед, будучи ещё практически ребёнком, в окопах, с немцами сражался, в рукопашное шоу, раненый был. Он не боялся, как мужчина, идти в бой. Твои прадеды сражались в рукопашную, под ядрами, на саблях. Не боялись идти в рукопашку, а теперь ты боишься даже прописать бомжу, который каждый утро к тебе подходит и стреляет мелочь. Потому что ты терпила, ёбаный, он видит, что ты терпила, ёбаная, нетестостероновый додик. А ты, как лох, даёшь ему эти деньги, вместо того, чтобы послать его нахер. А если начнёт залупаться, то врезать ему. Ты смотришь на свою сокурсницу, ты боишься подойти. Блядь, она не моя лига, она слишком красивая. Она моя девушка, я боюсь с ней знакомиться. Я нищий, я инцел, во, вот это вот. Я слишком низкий, я слишком пухлый. Я ей не понравлюсь, она меня оточьёт. Сука, блядь! Твоя милая одноклассница, по которой ты пускаешь сопли, и пока боишься подойти и познакомиться, сука, выебать её, она уже трахается с такими ребятами, как я. Которые, сука, блядь, не боятся просто ничего в этой жизни. Которые, сука, пасть порвут. Которые мужчины, по духу своему, она чувствует это на природном уровне. Все бабы шлюхи, я инцел, мне не дают. У меня у челюги не хватает двух миллиметров до чеда. Она мне откажет, она меня высмеет. Сука, ты попробуй хотя бы, блядь! И ты слушал её ничьё, про пары. Как ей тяжело, как её, блядь, преподы забыли. Какой у неё козёл её парень. Он её не понимает, вот такой же... Вот был бы у неё парень, вот как ты. Жаль, такого парня нету. А ты, да, дорогая, да, слушаешь, слушаешь, советы даёшь. Что он плохой, он не достоин её. Она такая очаровательная, она такая красивая и добрая девушка. Ты уже думаешь, как ты назовёшь ваших детей, ваших внуков? Как они будут у себя сидеть на коленях и будешь рассказывать, как Пуджа в дотке до 40 лет гонял. Она в это время ебётся, сука, ёбаный, блядь! Она скачет у него на хуйце. Она стоит, как последняя шлюха. Её дерут! Как конченую, блядь! Все это делают её гопник! Тупорылый гопник! Который двух слов связать не может. Который не знает, какая первая буква алфавита. В каком году Христос родился, сука, блядь! Даже не знает! Он тупой! Его речь состоит только из матов! И она от него тащится! Говоря, как он же он козёл, но охуенный! Он мужик, блядь, сука! Ты стасированный, нахуй! А потом он её бросает! Потому что она его задолбала! Он нашёл новую себе шлёндру! И она кидается к тебе! И ты про это узнал! И обтекаешься слюнями! Теперь-то я стану её парнем! И ты предлагаешь ей даже, может быть, встречаться! Но она кормит тебя завтраками! Односложно отвечает тебе! Она пропадает не весь где! И только быть, может, под вечер отправит на твою бредятину слюнявую розовую, которую ты ей пищешь! Что-нибудь снисходительное! Надо отъебись! Но чтобы ты с крючка не слазил! И вот ночь! Ты кладёшься спать! Обнимаешь своего мишку! Думая о ней! Как ей солнышку тяжело после расставания с тем козлом! Вот теперь-то я буду точно её парнем! Она увидела, какой я хороший был! Что в это время делает она? Пока ты передёргиваешь на фантазии свои! Косвозь на того, какая она будет чудесная жена! Она, сука, ёбаный в рот! Мама Карена, блядь! В клуб пошла! Она крутит там жёбой! Она вываливает свои сиськи, всем показывает! Она нажирается, как последняя свинья! Она одета, как дешёвая стриптизёрша! Её напаивают, как овцу! Потом отводят в толчок клуба! Где дают на ротан! После этого её везут! В отель, где несколько мужиков! Дают ей нанюхаться! И пускают её по кругу! А ты в это время сладко спишь! И мечтаешь о том, как подаришь ей первый поцелуй! Сука, блядь! Она там же, думаешь? Лежит в кровати и мечтает о тебе! Она сейчас занята хуями, блядь! Полирует! Стоя на коленях! Ей ещё предстоит очень сложное испытание, когда ей массово вокруг неё встанут и начнут «Сади в рот, сука, блядь!» Утром, когда она проснётся и будет смутно помнить прошедшую ночь очередную свою, она почувствует себя конченной шлюхой, но найдёт в себе оправдание, не переживай, не переживай! Она напишет тебе о том, как она провела эту ночь, как она хорошо нажралась, как было весело, как её просто угостил коктейлем красивый мужчина и отвёз в отель. Но ты не переживай! У него не было презервативов! Я чистая и непорочная! Ах да, солнышко! Какая ты целомудренная! Не дала ему без презерватива! И она начнёт тебе ныть! Какая же я шлюха! Я в поисках себя после расставания с бывшим! Мне так тяжело, мне так трудно найти хорошего парня! Меня все используют как шлюху! Они видят во мне только сексуальный объект! Ай-яй-яй! И тут на сцену ты выйдешь, который скажешь, дорогая солнышко, я принимаю тебя любой! Я люблю тебя! Я готов сорвать тебе с неба звезду! Пожалуйста, выходи за меня замуж! Давай у нас будут серьёзные отношения! Как ты вообще можешь после такого называться мужчиной? Когда ты бегаешь и вообще тратишь свою мужскую энергию на эту помойку, на этот спидозный мусор, на этот гной, который даже не имеет права после всего, что она устраивала, матерью называться, женой называться. Иди сейчас на кухню, возьми мусорное ведро, в туалете можешь поковыряться, туалетные бумаги вытащить из ведра своей обоговняной. И высыпи это всё, эту кучу, себе на кровать, на которой спишь. И вечером, когда ты начнёшь подготовиться ко сну, ляжешь, будешь засыпать, обнимай эту кучу зловонную, с дерьмом, целуй и щепчи всякие нежность. Это будет аналогично тому и даже более гигиенично, чем, ёбаная мама корена, блядь, ложиться в постель одну с такой шлюхой, с такой грязью, целовать её, говорить, солнышко, я тебя люблю, мы нарожаем кучу деток. Когда вы съедетесь, ты будешь у неё с запасным вариантом, пока она ищет себе более пригодного самца. Она будет выкладывать фото себя любимой, себя красивой в инстаграм, в вк. Для того, чтобы искать новый хуй, более пригодный, чем ты, она каждый день будет рассматривать килотонну дикпиков у себя в личных сообщениях, но тебе не говорить, ой, как меня достали эти дикпики, слушай. Ну, я тебя люблю, я верная, я не такая. При этом, ей льстит мужское внимание. Если вы пойдёте куда-то вместе, она будет липнуть к мужикам, даже при тебе. Показывай, смотри, как я востребована, а ты чмо, ты никому не нужен. Радуйся, что такая богиня, как я, снизошла за тебя. Что имеешь право лизать мою тухлую дырку, которая побивала километр хуёв с пидозом. Ты всё это проглотишь, ты всё это проглотишь. Потому что ты не тестостероновый мужчина. Ты не знаешь, как общаться с женщиной. И ты готов подобрать любую помойку, которая обратит на тебя внимание. Ты будешь хавать и жрать это всё дерьмо. До тех пор, пока у тебя розовые очки твои не разобьются, тебе стёклами в глаза. И то мало. Нужно, чтобы до мозга они доползли тебе. Вот, писав, смоделируй ситуацию. Ты сидишь и говоришь, дорогая, сделай мне чай. Она говорит, я устала, сам сделаю. это опять же показывает, что ты не мужчина в этих отношениях. Ты каблук, ты подкаблучник. Ты не тот мужчина, который ведёт эти отношения. За кем, кого женщина боится и слушается. Ты скажешь ещё, да, дорогая, я пойду сделаю тебе чай. Я, ты сиди, сиди, устала, ты целый день тиктоки смотрела, читала журналы космополитены. Я тебе всё сейчас сделаю. Ты приносишь ей чай, она говорит, чё так много сахара принёс. Вперёд и выплёскивать тебя ещё в лицо кружку. Ты прости, прости, дорогая, я забыл, ты на диете. Я сахарозаменителем подсыплю. Что это такое? Скажи мне, как ты вообще довёл до этого ситуацию? Почему женщина ещё до сих пор с таким чмом, с такой тряпкой находится в каких-либо отношениях? Что бы сделал сильный мужчина? Сильный мужчина бы просто, когда ему отказали, в том, что ему не сделали, чай. Он молча встаёт, подходит, берёт, сука, блядь, её за шкирку и без разговоров выкидывает за дверь. И как бы она там не ныла, как бы не скреблась, как собака. Милый, прости, дорогой, больше не буду. Всё! Этой женщины в твоей жизни больше, сука, блядь, нет! Даже если это её квартира, ты там жив. Как бы поступил твой дед, как бы поступил твой прадед? Как бы поступил твой отец? Гордишься ли ты с собой? Мужчина я или кто? Ты рождён, сука, блядь, в этой жизни мужчиной! Тебя природа ради вас хуем! Чан, как ты с этим распоряжаешься? Ты сидишь, сука, блядь, целый день и навариваешь на нарисованных, сука, блядь, девочек и спускай всю свою энергию вместо того, чтобы идти, сука, блядь, я буду творять баб! Задумайся и подумай, что не так с твоей жизнью и можешь как ты на это повлиять. Никто тебе не поможет, абсолютно, никто. Кроме меня и самого тебя. Если ты будешь слушать меня, ты станешь вот таким же настоящим, крутым мужчиной, как я. Вспоминай, кто ты, думай о своих предках, создавай свое потомство. Что ты можешь дать этому миру, кроме своего жалкого генетического материала? Ты что-то можешь создать, ты можешь как-то улучшить жизнь людей, чем-то помочь, помочь другим мужчинам, как это делаю я. Воспитывать подрастающее, блядь, поколение, быть для кого-то примером. Найти хорошую, пригодную женщину и быть для нее мужчиной. Мужем для своих детей и отцов. Родить красивых детей, а не отродье сатаны после всех ее блядок. Подумай, к чему ты стремишься, где ты находишься сейчас и где ты будешь завтра и что ты для этого сделаешь. Редактор субтитров Продолжение следует...